Небольшой экскурс в историю фотографиях. Прежде чем мы увидим как проводятся выборы президента в Украине, а точнее сказать кем назначаются президенты в Украине. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И я его спросил об этом как бы на завершающем этапе подготовки к президентской кампании выборной. Он мне ответил, все вопрос решен, принято решение, будем поддерживать и выдвигать Януковича. И я прошу вас и Россию его поддержать информационными ресурсами, политически поддержать. Мы так и сделали. Обратите внимание, кто проводит переговоры в Минске со стороны Украины. Можна переслідувати генеальні цілі. Но все ці цілі будут натикаться только на одно. На то, что называется коррупция и олігархия в Украине. А до речи, все речи абсолютно связаны. Базовая политическая коррупция находится саме в синах Верховной Ради Украины. Там скрита, а точнее открита, основная коррупция Украины. Хіба там есть политические партии? Та нет, там клубы. Закритые акционерные товариства. Ведомый глава правления, ведомые акционеры. Как миноритарные, так и мажоритарные. Больше того, ведомые, навык, рабы. Другие, работники, арабы этого акционерного товариства. Это украинцы. Ну, зридко там кидают подачку. Кому 640 гривен, кому 2000 гривен. Мы створили феодализм на местах и классическую клановую олігархию наверху. Краинаю керує два человека. Ну, может, три. Молодые больше, пять. Усвідомьте это. От воли народу нічого не залежит. Можут сделать процесс имитации выборов. Ну, для того, чтобы занять чимось людей. У неделю. Пидут в бюлетене и опустят. Но при цьому это уже все завидомо вирішено теми, кто контролюет страну и теми, кто контролюет основные ресурсы. Саме ті ресурсы, которые формировались десятками и сотнями лет, не ними. Просто их допустили. Все деньги, которые мы платим из кармана, это единственные деньги, которые есть у государства. У государства государственных денег нет. Все деньги – это наши с вами налоги.